Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю просто изумительный шоколадный торт Черный лес. Нежные и слегка влажные коржи в сочетании с кремом из сливок и вишневой прослойки делают этот торт мега вкусным. Добро пожаловать на наш канал! Вишня, у меня замороженная, я ее разморозила и очистила от косточки. Сахар, холодная вода и кукурузный крахмал. Добавляю сахар к вишне, хорошо перемешиваю. Дальше беру крахмал, вливаю небольшое количество холодной воды. Подробную раскладку продуктов я оставлю в описании под этим видео. И хорошо размешиваю, чтобы не осталось комочков. Готово! Отправляю вишню на плиту на средний огонь. Постоянно помешивая, даю вишней закипеть. И провариваю в течение 2-3 минут. Следующим этапом добавляю разведенный кукурузный крахмал. И при постоянном помешивании увариваю до загустения. Ни в коем случае не оставляйте массу без присмотра. Потому как по степени нагревания крахмал может либо же прихватываться к донышку, либо же образовывать мелкие комочки, с которыми вы ничего не сделаете и придется все переделывать сначала. Вот такая довольно густая масса получается. Можно снимать с огня. Накрываю сетейник крышкой, чтобы при остывании на поверхности начинки не образовалась корочка. И оставляю до полного остывания. Ну а я пока подготовлю крем для торта. Для этого мне понадобятся сливки жирностью как минимум 33%, можно и больше. Они должны быть очень-очень холодными. И сахарная пудра. Сливки выливаю в миску. И начинаю взбивать сливки ручным миксером изначально на маленьких оборотах. После того, как на поверхности появилась такая пенная шапка, добавляю в несколько этапов сахарную пудру. И продолжаю взбивать, постепенно увеличивая скорость до максимальной. На максимальной скорости взбиваю сливки буквально 1,5-2 минуты. Вот такой гладкий, плотный и очень стабильный крем получается. Можно приступать к сборке торта. Собирать торт буду в разъемном кольце. Вортики необходимо проложить ацетатной лентой. Первый корж я уже отправила в форму. Его необходимо немного пропитать сиропом. Его приготовление я оставила за кадром. Сделать это очень просто. На 50 мл воды необходимо 75 г сахара. Массу нужно довести до кипения и прокипятить на протяжении 2-3 минут. Остудить до комнатной температуры. И для аромата можете добавить 1 или 2 столовых ложки коньяка. Чтобы мне удобно было выкладывать крем, я его переложила в кондитерский мешок. И выкладываю на корж. Вишневая начинка остыла и выкладываю ее поверх крема в хаотичном порядке. Сверху накрываю вторым коржом, слегка прижимая кончиками пальцев. Снова немного пропитываю сиропом. Выкладываю крем. Выкладываю вишню. Готово. Последний корж также пропитываю сиропом с внутренней части. И накрываю сверху торт. Слегка прижимаю кончиками пальцев. Дальше аккуратно снимаю разъемное кольцо и убираю ленту. Беру остаток крема и подравниваю торт сверху и по бокам. Вы можете покрыть торт по вашему желанию. Это можно сделать бисквитной кружкой, либо же тертым шоколадом. И также у меня остался крем, чтобы украсить торт. Из него я сделала вот такие завитушки. Также к украшению можно добавить коктейльную вишню. Только перед тем, как выкладывать на торт, дайте ей полежать на бумажном полотенце, чтобы с нее сошла вся лишняя влага. Также сверху можно немного посыпать тертым шоколадом. Вот такой красивый торт у меня получился. Дальше ему необходимо хорошо настояться и стабилизироваться. Поэтому отправляю в холодильник примерно на 4-5 часов. Лучше, конечно, оставить на ночь. Друзья, мой торт проставил в холодильнике целую ночь. К украшению можно добавить несколько листочков свежей мяты. И, конечно же, разрежу тортик и покажу, какой он внутри. Торт получился нежным. Разрезается он очень легко. И вот такой красивый он вышел внутри. Вот такой изумительный торт «Черный лес» получается по этому рецепту. Как вы видели, в его приготовлении абсолютно ничего сложного нет. С ним справится даже новичок. Поэтому пробуйте, готовьте и обязательно делитесь вашими результатами в комментариях. Для меня это очень важно. Ну, а я вам желаю приятного аппетита, успехов в приготовлении вкусных десертов. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И не забывайте нажимать колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok